Тихая моя родина 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 На этом месте, по берегу реки, идет такой навеселе мужичонка, но видно ему хорошо. И Боляна говорит, ты посмотри, Костенька, какой счастливый человек, в каком удивительном месте он живет. А удивительное место это было абсолютно такой песчаный голый косогор. Ничего. Разве не похож голый холм на загрунтованный холст, на котором постепенно появляются краски? И вот строится по собственному проекту дом. Закладывается парк, появляется мастерская. И сразу в нижних комнатах создается музей для всех, кто захочет посмотреть картины, предметы, привезенные из Египта и Греции. В соседней деревне Василий Дмитриевич строит школу для крестьянских ребятишек, а на высоком берегу Аки – церковь. В один прекрасный момент пришли кришнаиды и говорят, а можно мы покажем вам место? Мы несколько лет исчисляли эту дату, где поставить храм. Приходят, а там храм стоит. Художникам все открыто. Они видят все без чьей-либо помощи. Вот эта связь с Господом напрямую просто воплощается. Ну и они ушли расстроены. Уже занято место. Родственники наши живут на том берегу в Таруси. И мы всегда ездили с мужем в гости. И проезжая мимо, видели прекрасный храм на горе. И все время хотели зайти в него. В то время был здесь священник. Он попросил нас довести до Москвы его. И по дороге в Москву мы разговаривали с ним. Стали к нему приезжать на службу. Потом искали себе что-то, какое-то местечко здесь. Снимали какой-то курятник года два. В нем родили двоих детей. А потом предложили купить эту землю нам. Мы купили и строились, долго строились. И уже в бане жили. Баню сначала поставили. В бане родили еще двоих детей. И так вот обросли детьми и остались здесь. Строились сначала как дачу этот дом. Поскольку планов из Москвы выезжать не было. Тем более так далеко, нам казалось, что очень далеко. А потом и хозяйство так логично появилось. В начале 90-х в Свято-Троицкой Церкви снова зазвучали слова Священного Писания. Епархия направила сюда священника Валентина Матвеева. И он благополучно служил бы здесь до сих пор. Но Господь распорядился иначе. Суждено ему было восстанавливать храм в соседнем селе Вилигош. Вот здесь вот это окно было проломлено. Здесь коровы заходили. Вот в центральной части храма тоже был такой пролом. И здесь навозок. Это вот покалившись русской духовности того времени. На самом святом месте навозок. Были долгие зимние вечера, когда нужно было еще как-то помечтать, одумать. Были какие-то мысли, эскизы. Вижу, профессиональный художник тоже еще может расписывать. Все то, что здесь, это все по нашим с матушкой эскизам. Но это был опыт, потому что я миниатюрист по специальности. А это монументальная живопись. Как это будет, я не знал. Потом, когда леса разобрали перед Пасхой, вроде бы так ничего состоялось. Росписи для чего должны быть? Вот приходит ребенок до 7 лет. Для того, чтобы было интересно в храме, вот мы решили вот так расписать. Вот это, видите, виды. Вот эти вот фламинга розовая. Почему здесь нет много цвета? Потому что если это будет в цвете, то это будет ботаника. И будет залоги. Это будет давить сверху. А здесь все в таких вот приглушенных тонах, мягких, зеленых. Это для того, чтобы дети, которые перешли вот этот порог младенчества, могли здесь получить какие-то, во-первых, знания, во-вторых, просто посмотреть. Они же очень интересуются. В это время идет служба. И подсознательно мне эту службу впитывают. Вот это такая небольшая хитрость духовная, которая была в основе вот этого желания вот так вот писать этот храм. Валенова вместе со страной переживала разные времена. В 60-е годы прошлого века многие жители окрестных деревень перебрались в соседнюю Тулу. Жизнь в городе казалась легкой и заманчивой. Исмета Алиевича Алимдар Аглы привела сюда любовь. Он женился на Тулячке, вырастил двух сыновей, дождался внуков и правнуков. А мне знает полгорода, как мастера. Полгорода, я не вру. Люди с разных районов приезжают. С Олексина и с Белева откуда к нам не приезжают клиенты. Наши судебное следствие установило, что Хиелим Хазыр Аглы состоял в террористической группе и по признанию Михаила Лакоба советовал последнему совершить террористический акт и бежать за границу. Это фрагмент обвинительной речи прокурора Абхазской АССР в 1937 году. Суд приговорил Хиелима Хазыр Аглы к расстрелу. Он был родным дядей Исмета Алиевича Алимгдар Аглы. Дядю не расстрелили, их сожгли всех в Визисковой яме. Вон там написано в книге. А у папы был друг, начальник милиции. Он папу встретил, говорит, что ты, как с твоим братом случилось, давай уходи сейчас же в горы. И папа скрывался 10 лет в горах. С пастухами. До 1947 года. Вроде там сотихло, все, папа вернулся. А в 1949 году папа тоже раз и туда с нами. Дали час на сборы. 20 килограмм в руки вещи на человека. И повезли. Новочеркасскую тюрьму пересильные прошли мы. Орловскую тюрьму пересильные прошли. Потом в Томске. На утро нас повезли в порт. Том, река, стоит огромный пароход, красивый, мининый пажанский. Но нас, конечно, не с пассажирами, а в трюм. И повезли, значит, нас на Васюган. До Каргаска. Первый день сидим у амбара. Нас в амбар. Зерна нет, ничего пустое. Сидим на чурках. Подошел комендант. Ну что, спецы, так запомните и раз навсегда. Виновечно сюда сослали. Все здесь подыхать будете. Доедили. Люди умирали хоронить. Кто будет? Полтора-два метра земля промерзла. 60-58 морозы. Их снегом заваливали и водой обливали, чтобы зверь не раскопал бы. А потом весной хоронили. Нас за людей не считали. Потом еще мы не русские. Там были эстонцы, латыши, литовцы, западная Украина. Кого только там не было. Но больше всех пострадали там эстонцы. Они интеллигентный народ. Умирали, бедные. Даже был случай такой. Умерла эстонка дядя Семен Савин. Это мне был как отец. Он с восьмого года рождения был. Пойдем, говорит, эстонку хоронить меня. Ну, поехали. Долбили, долбили там, как могли. Ну, когда привезли ее, она не входит в могилу. Она высокая. Он мне говорит, ступай, малый. Он мне имя не называл. Малый, ступай. Ну, я пошел. Потом он закапывал стал. Оказывается, потом он мне сказал, он отрубил ноги. Она не входила. Вот так. Аресты 37-го года не миновали и Поленова. Забрали директора усадьбы, сына художника Поленова Дмитрия Васильевича и его жену. Ну, а чем заниматься в Поленове-то длинные зимние вечера? Шпионить в пользу Англии. Ну, о чем вы говорите? И когда он сказал, ну, я, говорит, не знаю английского языка, а какой вы знаете, немецкий? Ну, в пользу Германии. Если ты знаешь Пушкина, самостояние человека, залог величия его, то тебя не меняют обстоятельства. Ты всегда внутренне свободен. Абсолютно. Вот таким внутренне свободным человеком был Дмитрий Васильевич и Анна Павловна, которая была медсестрой во времена Первой мировой. Ее просто очень уважали. Абсолютная аристократка. Первый братик, нигде не вачнадзе. А Дмитрий Васильевич, который был человеком, верующим религиозным, воцерковленным, церковным старостой, служил пасхалии, вообще служил все службы, накрывшись, лежа на нарах, вот дырявым одеяльцем, но он служил все службы. Это его держало, он пришел изнуренным физически, его даже не отпустили, его сактировали. Было такое выражение, когда, значит, вот выбрасывают просто оболочку человеческую, да? А он приехал сюда, и первое, что он сделал, он провел полную инвентаризацию музейных коллекций. Ему было важно узнать, что осталось. Завхоз мне говорит, поедешь на покос, сено дадим. Я говорю, поеду. Мне было 19 лет. Вдруг вечером моторная лодка приезжает и объявляет, кто здесь будет такой-такой-то. Ну, бригадир говорит, вот, перед вами сидит. Вы арестованы. Это было 8 августа 1954 года. Присвоили побег. Мы не имели без разрешения коменданта 4 километра отходить никуда. А я уехал за 170 километров. Это уже для них побег. И мне десятку дали. Я попал в облегченную зону. Как получилось, я не знаю. Барак. 80 человек. Веревки вот так. Во весь барак висят портянки, валенки у печки. Пар идет. Вдыхнуть нечем. Вонь. Я сидел там немного. Ну, месяцев 7-8. Утром приходит надзиратель и зачитывает фамилии. Такие фамилии на работу не ходить. До особого распоряжения. Знаете, где спецчасть? Вот идите, там увидите много народа. Там приехал Шверник, председатель союзного суда. Я прохожу. Там сидят комиссии, большой зал. Задали вопрос. За что? Я говорю, так и так. Какая статья? 58-я. У меня 58-я. Я политический был. Вы свободны. Все, со мной разговаривать не стали. Мне 82 года будет через два месяца ровно. Я работаю, потому что я не могу сидеть дома. А здесь я с вами поговорю, с другом поговорю. И когда день проходит, я за работу, я люблю это дело. Вы понимаете, я, наверное, родился быть им. Бабушка и дедушка, муж, которые были раскулачены. Сестра дедушки взяла из архива документы. Справки о раскулачивании. Сколько было коров на дворе, какой был двор, сколько баранов, кур, всего скота, сколько было земли на этот скот. Вот, что отняли. И Владик хочет восстановить именно те цифры, потому что мы же ничего не знаем, не понимаем, сколько коров должны прокормить семью. У них тоже было пять детей. Сколько баранов должно быть. Сколько кур. И все это оттуда идет. Сколько земли обрабатывалось, сколько крестьян нанималось. То есть все это, все это, все это, вот мне кажется, так интересно. Приезжают сюда люди, которые уже Москву воспринимают как просто город, в который можно съездить. И они живут здесь. И начинают здесь воспитываться и ходить в школу их дети. И это все вокруг музея. Потому что у них есть возможность сходить, посмотреть театральную постановку, сходить на концерт, привезти гостей в музей. Дети поработать с мастерами, устроить детский праздник. Это жизнь. Не каждый городской житель может этим похвастаться. А у них это есть. А если они еще к тому же заведут коровку, так это будет нормальное молоко. Знаете, это все настолько взаимосвязано. А организовать пространство может вот музей-заповедник. Когда мы здесь поселились, кур развели, гусей развели, цесарок, уток, чего только не было, птиц всяких разных. Потом козу. Коза прекрасная была, но дети перестали пить молоко, как подросли. Корову взяли, оказывается, корова в запуск уходит. Мы и знать не знали, что нужно ее постоянно крыть, чтобы было молоко. Взяли вторую корову. И друзья наши говорят, и мы хотим такое молоко, и мы начали что-то делать, и творог делать. Муж подарил сыроварню, и вот я делаю сыр теперь. Йогурт, сыр все делаю. Так как-то вот случайно получилось. Здесь такая природа, что она сама напитывает человека, его сущность, и человек становится именно тем, чем должен быть. Не засоряется, мне кажется, так. Вышла замуж все в семье художники. Папа художник, три сына художники. Чтобы были общие интересы, пришлось менять профессию. Я занялась реставрацией, а поскольку реставрацию, аттестацию нельзя было получить, не имея художественного образования, пришлось получить художественное образование. Не вышла бы замуж за художником, может, и осталась бы инженером-машиностроителем. Мы работали в Индульском кафедральном соборе. Ну вот, а потом я заинтересовался в мысль просто, это от Бога, конечно. Что такое молитва, зачем она нужна, что происходит в церкви, и почему это необходимо. Почему это наша история? Вот вопрос, который возник моментально. Я прям почти ночью побежал в собор, выпросил молитвослов. И потом мне сказали, иконопись, которой я занимался уже в соборе, это безмолвная проповедь. Иконописец должен пройти все послушания. Клироспение, чтение, должен быть чтецом. Даже звонил я какое-то время на колокольне. И после этого, что два дня, я послужил диакону на 103-й, рукоположен был священник, и служил в соборе. Когда новгородцев и псковитян спрашивали, что ж такое-то, Новгород-Дребецкий, Псков стоит, а псковитяне говорили, а Псков хранит Господь. Вот здесь такая же история. 1917 год, революция. Вот бесовство идет такое, жги. И вот бегут, значит, Страховские бегут, Олексинские бегут, встречаются, а дальше, ну, все, все, как у нас. А вы куда? Поленовых жечь. А что это вы наших поленовых будете жечь? Мы должны жечь. Как это вы-то? А вот мы, ах, а то вы пар выпустили, разошлись, усадьба осталась. В войну немцы стояли на том берегу в километр. Стреляли, но ни один снаряд не попал в дом. Но зато дерева в парте, вот как солдаты на передовой, они брали все снаряды, все осколки в себе. Что вдохновляет? Чувствовать собственного самосохранения. Мне хочется пожить немножко. Я сейчас тяну с рожьей, я хочу побольше пожить. Я хочу быть нужным Богу и людям. Поэтому тяну, не спешу. Вот, ну, про это так вот, пока 70 лет, потом 80 лет, там 90 лет, потом 100 лет, потом 100 лет дальше. А серьезно, то, что, ну, мы служим Богу и людям. Если Богу, значит, нужно от чистого сердца. Если людям не менее чистое сердце нужно иметь, иначе не придут потом в тот раз, просто скажут. Это просто человек, кто приехал зарабатывать деньги. То ли место притягивает светлых людей, то ли светлые люди чувствуют, где им лучше жить. Но в Поленово это сочетание «человек в красоте русского пейзажа» завораживает. Может быть, поэтому разные поколения Поленовых, куда бы их не забрасывала судьба, возвращались в родной дом, чтобы его сохранить. С Федоровичем первый раз я встретилась в 60-м году. Он только-только стал директором Поленовского музея, домобилизовавшись с флота. Это был высокий, с такими черными усами, черной шевелюрой, бойкими такими глазами. Человек, который носился по усадьбе просто таким метеором, и все время что-то делал. А потом в 70-м как-то так случилось, что мы разошлись с своим первым мужем, и первая жена Федоровича уехала в Москву. Ну и вот я приехала в Поленово, и вот 46 лет, как один день, так, со свистом. Для меня это не было трагедии, потому что я хоть москвичка, но усадьба и вообще усадебная жизнь была где-то внутри. Но самое главное было понимание абсолютной классичности и абсолютной правильности усадебной жизни. Особенно такой, как в Поленово, где все есть гармония. Не надо с утра думать, как я преобразую человечество. Ты просто, как маленький принц, обойди планету и выпалывай баобабы. Но в результате, вот кажется, таких маленьких дел, ничего как бы, ну, не значащих в глобальном масштабе, получается удивительное место, обладающее потрясающей притягательной силой. Дом – это там, где мои дети, там, где наш мир, где мы с мужем вместе, рядом, приезжают к нам друзья. Он такой дом, что хочется в нем быть шире душой, то есть открываться людям навстречу. Потому что в таком доме нельзя иначе. И дети это уже понимают. Их характеры уже заложились. В московской квартире бы этого не получилось. Даже горе здесь как-то притворяется в радость. Оно по-другому ощущается. И болезни по-другому ощущаются. И какие-то неприятности, неудачи, все по-другому. Как-то по-настоящему, очень целостно. У дома всегда, на протяжении его более чем столетней жизни, было много своих названий, своих загадок, больших и малых тайн, своих символов. Многое сохранила белая книга. Белой она была из-за цвета обложки. Автор одной из записей назвал дом маяком в жизни. Верная мысль. Из рассказа Федора Поленова «Дом у Аки». Ты войди в дом. Вот если тебе хочется летать, вот если тебе хочется просто целовать каждую ступеньку, все в порядке. Если ты входишь, они тебя корюжат. Все не так. Брось эту идею. Это не твое. Не твое и не нужно это дома. Не нужно. Недаром детишке вот с этой игрушкой он засыпает. А с этой нет. Но это любимое. Это вот любимое. Вот у меня есть мишка, которому ровно столько же, сколько мне. Вот он передо мной сидит. Я знаю, что если что-то случится, единственная вещь, которую я схвачу, это будет этот мишка. И у каждого человека это есть. И для Федора Дмитриевича он приходил, приезжал в полену и всегда говорил, здравствуй, дом. Он уезжал и говорит, до свидания, дом. И я так же теперь говорю, здравствуй, дом. До свидания, дом. Субтитры создавал DimaTorzok